Если вам надоело открывать элитные наборы, то вам поможет сайт ProSeller, где вы можете приобрести алмазного персонажа, а также монеты для открытия паков в игре Injustice по низким ценам и быстрой доставкой на все мобильные платформы. Промокоды появились давно, но они до сих пор действуют, поэтому поторопись и хватит кайфовать от моей рекламы. Ссылка на сайт и промокоды в описании под этим роликом. Ребята, это еще не все. На сайте появились новые способы оплаты. Теперь вы можете расплатиться с помощью кошелька веб-мани, либо мобильного телефона. Ну, точнее, не мобильного телефона, а счета на данном мобильном телефоне. Но я думаю, вы меня поняли. Поэтому что ж, ребят, заходите на сайт, приобретайте персонажей, ну и, конечно же, побеждайте всех в воинах фракций. Всем привет, ребят, вы на канале Steven Games, и сегодня я продолжаю играть в игру Mortal Kombat X Mobile. И, знаете, это такое незапланированное немного включение. Я захожу на свой, получается, второй аккаунт, который у меня, в принципе-то, марафонский. Но по какой-то причине я марафон уже какой-то день не записываю. Даже не какой день, а какую неделю. И, знаете, тут появилась небольшая причина записать данный ролик. Фишка в том, что сейчас, я не знаю, каким образом и почему, но NetherRealm Studios сделали такой, знаете, нехилый подгончик. На данный момент я могу приобрести набор элитный за 180 душ и, как раз-таки, набор Джейсона за 200 душ. И тут встает вопрос, а что мне нужно? Нужен ли мне Джейсон неудержимый, либо мне нужен алмазный персонаж? На марафонском аккаунте, в принципе, мне нужен либо тот, либо тот персонаж, потому что и тот, и тот персонаж будут довольно серьезными для моего аккаунта. И кто мне может выпасть? Вот это самый интересный вопрос. И я не знаю, кого, честно говоря, выбрать. К чему эти скидки сделаны? Понятия не имею, но если посмотреть, то здесь боевой набор скидка 50%, он стоит всего-то ничего, 75 душ. 75 душ это неплохой подгон, если вы только начали играть, это вообще очень-очень круто. 75 душ вы, я думаю, накопите в ближайшее время, либо уже накопили и можете спокойно приобрести данный наборчик. И также здесь набор испытания со скидкой 50%, 160 душ стоит. Набор преисподний, который не советую никому покупать, но он стоит 425 душ. И набор элитный 180. И вот тут встает вопрос, какой же пакет мне все-таки выбрать? Проблема в том, что на данный момент у меня в коллекции, если мы сейчас заглянем в марафонскую коллекцию, здесь не все так гладко на самом деле. Саб-Зиро, Они, один золотой кунзинь-шаолинь и еще один золотой персонаж, это Кенша-одержимый. Я могу выбрать еще одного персонажа, еще одного персонажа, либо алмазного, либо золотого. Но просто я верю, что мне выпадет либо алмазка, либо неудержимый Джейсон. И поэтому сейчас я выберу награду за членство. Здесь в принципе мне ничего такого, чтобы сверхъестественно 100% не выпадет. Как вы видите, да, 214 душ. И, наверное, 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 я выберу набор элитный, либо, либо воспользуюсь рандомом. Давайте попробуем воспользоваться рандомом. Я не знаю вообще, получится у меня... Оу, отсоединился провод. Бывает такое, но раз. Воспользоваться рандомом. И какой набор мне выберет, тот я и открою. Потому что это очень-очень интересная тема. Я не знаю, честно говоря. Я не могу выбрать. Я не могу выбрать, но вот рандомом воспользоваться в принципе можно. Так, что ж. Один из двух. Генерейт. Первый набор. Первый набор это набор элитный за 180 душ. Ну что ж. Давайте открывать его. Набор элитный. Купить. Смотрим. Ху. Надеюсь, что-то интересное будет. Потому что если вдруг мне выпадет не алмазка, это будет, ну, просто фейл. Я потратил 180 душ зря и мог открыть за 200 душ неудержимого Джейсона. Ладно, что ж. Давайте смотреть. Новый уровень снова выпадает. Здесь новый уровень. Так, кольцо из кровавика у меня уже третьего слияния. Маска элементария земли. И здесь непонятно. Здесь может как золотая карточка быть, так и алмазная. Если мне выпадет вдруг классический Рейден, то я даже не знаю. Мне какие аккаунты я не открываю, мне все время выпадает классический Рейден. В каком-то плане это круто. Я на своем аккаунте выбил классического Рейдена до второго слияния. На аккаунте, получается, где 50 тысяч душ было, мне выпала алмазка классический Рейден. И я надеюсь, здесь будет алмазка классический Рейден. Дан, Люкан классический. Это жесть просто. Ребят, серьезно? Офигеть. Это марафонский аккаунт. Это аккаунт, который... Люкан классический. Офигеть. Офигеть просто. Жесть. Что еще в таких случаях говорят? Я не знаю. Блин, провод соединяется? Вся проблема в проводе. Я просто дергаю его очень сильно. Это алмазный Рейден. Ой, алмазный Рейден. Люкан классический, алмазка. Алмазка мне выпала. Дух Дракона. Эффекты урона по времени незначительно улучшают критические атаки. Огненные эффекты исцеляет. Истощение силы не требует силы и незначительно повышает урон от основных атак. При смене напарники наносят увечья. В коллекцию. В коллекцию быстрее, пока он не исчез. Офигенно. Random.org. Большое тебе спасибо. Вот мне кажется теперь, что если бы я открыл набор неудержимый Джейсон, маловероятно, что мне выпало бы что-нибудь интересное. А так мне выпала алмазка. Все-таки шанс выбить алмазку гораздо сильнее. Все-таки алмазок больше. А неудержимый Джейсон в принципе один. Я не знаю даже вот рискнуть бы сейчас и открыть набор неудержимого Джейсона, но у меня, к сожалению, душ не хватает. Это очень клево. Теперь я могу в принципе собирать неплохую команду. Например, в охоте за реликвиями. Том же самом. Но давайте даже не в охоту за реликвиями зайдем, а в войны фракций. Обычные войны фракции, где можно в принципе прокачивать персонажей. Я могу теперь собрать довольно интересную команду. из Шаолиня Кунзиня, который мастер единоборств. Люкан классический, которому дарится спецприем 1 в начале боя благодаря Кунзиню Шаолиню. И одержимый Кенши. Мне вообще на персонажей в этом аккаунте марафонском очень сильно везет, потому что если в принципе посмотреть, если в принципе посмотреть, то это просто офигенно. Это просто офигенно. Я даже не знаю, что сказать. Давайте я хотя бы сыграю. Я хотя бы сыграю. Ну и мы посмотрим вообще, что-то как получится. Щелкаем пальцем. Это я специально делаю, чтобы понять и свести правильно вебку. И конечно же экран своего смартфона. Так. И вот многие мне говорят, что я очень плохо играю. На самом деле, ребят, на планшете я реально ужасно играю. Я не могу там не блокироваться, ничего. Потому что мне не позволяет в принципе сам по себе планшет. Он не мощный и очень сильно лагает. А если взять, например, телефон, то на телефоне все гораздо круче, потому что здесь игра работает в 60 фпс. И по сути здесь я вовремя блокируюсь. Я набиваю спецприемы на 100% практически все. Например, вот здесь вот я могу спокойно проводить и набивать вот, например, даже на 75% и не на 35%, как это я делаю на планше. Потому что там очень большой экран и это очень сложно сделать. А так, как вы видите, мы на данный момент побеждаем эту команду. И да, я побеждаю, конечно, не люканом классическим ее. Но давайте выпустим его и нанесем хотя бы спецприем 1, посмотрим, что он сделает. Он же все-таки первого уровня как-никак, а здесь персонаж нехилый. Воу, ну блин, он офигенен. Он офигенен, я ничего плохого о нем вообще сказать не могу. Победа! Офигенно просто! Серьезно, чего-чего? А вот этого вот персонажа я не ожидал. Это просто жесть. У меня реально был выбор. У меня реально был выбор. И random.org мне очень сильно в этом помог. Давайте попробуем еще поиграть в обычную битву. По-быстренькому закрепить результат. Потому что я хочу как раз-таки сейчас получить еще немного душ. И пока действуют скидки, накопить как можно быстрее 180 душ. Если, конечно, у меня это получится сделать. И выбить еще одного персонажа. Я надеюсь, у меня это получится сделать. По возможности я даже устрою стрим в скором времени. И вы увидите эту красоту. Так, отлично. Так, еще немного урона. Воу, воу, воу. Тихо, тихо, тихо. Спецприем 1 давайте нанесем. Возможно, даже истощим перса. Так. Ну, немножко. Если только мы истощили его. Воу. Смотрите, дух дракона подействовал. Отлично. Давайте вынесем браку, получай. Еще раз проводим. И еще раз. Не хочу я на нем использовать спецприем 1. А вот здесь, в принципе, можно. Потому что выскочила... Выскочила у нас Соня Блейд. А Соня Блейд это довольно серьезный перс. Так, блокируется. Воу, у меня накопился спецприем. Жесть, мне вынесли. Мне его вынесли. Воу. Спокойно. Выстрел. Готово. Хорошо. Еще немного движений. Давай, давай. Давай, 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 давай. Отлично. Выстрел. Готово. Слили. И сразу же истощение на спецприем. Так. Хорошо. На спецприеме 1. И добиваем Соню. Ну, здесь Люкан очень сильно мне помогает. Плюс одержимый Кенша, он поджигает. Я, честно говоря, пока что не прочел пассивную способность. Я по-быстренькому это сделал. И даже не вник в нее. И на классического Люкана я делал обзор очень давно. Но то, что у меня появилось на моем втором основном аккаунте, такая ламазка. Ну, это очень клево. И очень даже прикольно. Так, давайте посмотрим. Эффект урона по времени умеренно улучшает критические атаки. Огненные эффекты исцеляют. Истощение силы не требует силы. Умеренно повышает урон от основных атак. При смене напарники... При смене напарники... При смене напарники наносят увечья. Как-то так. Кстати, доступен мне спецприем 1. Давайте прокачаем. Стоимость 11 тысяч. Но это того стоит. Я хочу посмотреть на спецприем 2. Спецприем 2. Который наносит очень нехилый таки урон. Так. Пока что мы пытаемся играть одним люканом. Я думаю, люкан здесь будет тащить. Против этих персов. И смотрите, он реально тащит. Это очень клево. Девора сливается. Здесь выскакивает кенши. Проводим мы спецприем 2. Набиваем 55%. Оглушение сработало. Но я почему-то им не воспользовался. И здесь на добивание мы кенши отправляем. Вот так вот. Дух дракона срабатывает. Хорошо. Давай. Спецприем. Блокироваться он успевает? Нет, не успевает. 86%. Лег. Так. И еще один спецприем 1. Очень быстро я их накапливаю. Плюс... Ну, здесь я немного промахнулся. Давай, давай, давай. Прыгай. Ох, блин. Мне вынесли его сразу же. Отлично. Ну, здесь я не заблокировался. Потому что, в принципе, мне это не нужно. Да и... Мне кажется, Каннобо меня не вынес. 82% победы. Я даже кенши не воспользовался. Потому что Люкан здесь показал себя просто... Идеально. Идеально, скажу я вам. И последний бой. Бурак Акара. Кенши одержимый. Саб-зирок Ямансер. Давайте попробуем сыграть и здесь. Я получаю души. Ну, и в принципе, в принципе, я сделал эдакий, что ли, небольшой... Не сказать бы, что обзор. Но все-таки. Так, что ж. Смотрим. Давайте попробуем сейчас спецприем использовать. Ладно. Не получилось. Окей. Еще раз. О, нет. Сейчас истощаться будет. Из-за огня. Во, дракон. Нифига себе. Жесть просто. А это потому, что я горел. Поэтому как-то вот все таким вот образом получилось. Ну же, давай. Отлично. Загораемся. Ненадолго только. И меня замораживает. О, нет. Саб-зиро. Пожалуйста, не добивай меня. Спасибо тебе большое. Так. А он, по-моему, восстанавливается. Либо этот не восстанавливается. Я просто не помню, какой это восстанавливается, а какой это не восстанавливается. Отлично. Давай, давай, давай. Ты по скорости, Люкан, покруче будешь. Блин. Вынес. Вынес. И то это добивающий удар был. Поэтому так получилось. Но в целом, все-таки Люкан тоже одолел эту команду. И, конечно же, мы побеждаем. Мы побеждаем. Получаем три души. Итого у меня становится их 37. Люкана я уже прокачиваю до девятого уровня. Персонаж просто топчик. Я реально не верил до последнего, что мне выпадет алмазка. Мне казалось, что я сейчас открою набор. И ролик получится немножко скучным. Но вот это вот включение, я реально не планировал его записывать. Я просто захожу на аккаунт, вижу эти скидки. И такой, блин, надо записать, надо показать вам. И вроде как получилось. Надеюсь, данный видос вам понравился. Если понравился, ставьте лайки, делитесь этим роликом. Также подписывайтесь на мой ВКонтакте, Инстаграм и так далее. Да, снова провод выйдем. Рус, я лучше телефон положу. Подобру, поздорову. Да, я, кстати, здесь не прошел до сих пор браком. Ну, точнее, одного получил. Или одного же я должен был получить? А нет, не получил даже одного. Но не суть. В общем, подписывайтесь на Инстаграм, ВК, на канал и так далее. И тому подобное, ссылочки все есть в описании. Всем спасибо за просмотр. Еще раз, если понравилось видео, подписывайтесь на все. Ставьте лайкосы. Всем пакедосы. В скором времени увидимся. Что ж, я ухожу. Субтитры сделал DimaTorzok